всем привет это видео влог 2 хаски сегодня она решил начать снимать этот видео влог как ни странно пока я один еще будет здесь постоянно курировать мой друг макс мы с ним друг друга мы любим рыбалку конечно любим друг друга но не так как вы подумали будем снимать здесь видео о рыбалке о том как мы ловим рыбу как мы пытаемся ловить как мы не ловим рыбу буду в дальнейшем покупать экшн камеру почему сегодня начал снимать потому что сегодня тот день когда мы съездили с ним магаз магазин снегирь если быть точным или там палатку 3t long теплообменник кресло хотим уже ехать рыбалку когда мы были в снегире нам мужичок очень круто все объяснил рассказал искал звонить в любое время дня и ночи инструкцию дал по поводу теплообменника то что его сначала прожечь там часочек вот я взял баллон к нему кстати такие баллон там подходят и обычные баллоны газовые ну и прожжем печечку печечку и наверное 24 поедем на рыбалку с пятницы на субботу он частенько будет выкладывать сейчас стараться снимать что-то чтобы потом это все скомпоновать и вам это все показать приехал к максу время 1937 чтобы выгружать это все то что сзади и плюс еще разжигать протапливать точнее теплообменник чтобы он весь продымился я немного рано приехал макс еще не дома а здесь сколько у нас 2 метра здесь а да кстати да встанет горелку все не будем продать протапливать это сия палатка палатка выглядит страны как труп как будто мы вольнули человека и закатали его в полиэтилен сейчас еще полу принесу фу но я говорю труп огромный подставочка все еще будем ставить посылочка из пакистана нам это сначала надо выкинуть мне кажется она просто не лазит она закрылась видимо мешает видимо нас не влезет сюда на не не влезет на да мы все-таки переставили сюда короче у нас тут бошевский аккумулятор от honda fit максовской потом короче один шнур у нас идет на кулер для теплообменника дальше пошли 6 метров прекрасного провода и соответственно в диоды вот такие час тут еще они вот так отключаются вот так вот ведь можно отрубить чтобы провод не повреждать постоянно крутить его как пока сюда закинули так пробуем свет вот так бывает все цвет нормально я бы назад сделала чтобы блин они не сидели прям в лунке во во огонь вообще все отбой место тут конечно еще у меня еще место можно свой ящик поставить да тут место до хрена тут место он сюда в корячить всем привет чая еду забирать халат друга все они наверно как раз будем протапливать теплообменчик лег у нас на опеле привыкал или мне короче вот он холод практик 2 забрали у нас тренером работает даже на зале не захотел что я снимал пенсане кстати сегодня не купил эти сани короче хочу найти сделать все посмотреть как они будут если они слишком большие возьмете поэтому пока еще поездим поищем здрасте вас они есть ну не туда сани маленький да только я понял не просто там для снегиря 3t long а какие лучше взять 120 да наверное или как 120 на 60 но я думаю брать или 100 на 60 лучше да будет осталось их найти эти проблемы короче я их нашел пятом магазине 120 на 60 на 25 чистой пластмассы шикарные влезли даже очень неплохо я думаю все будет будет пойду платить ага так по карте по карте будем всем привет сегодня тот день когда мы завтра едем на балкон не продавали блин теплообменник будем это делать сегодня вечер поедем в карусель она благо работает всю ночь закупаться я до сих пор катаюсь санями потому что не вижу смысла их выбирать они здесь как родные лежат сегодня 23 февраля всех с праздником так что давайте купил резинок для сани 50 рублей штука 250 рублей потратил купил пять штук только фирмы шнур эластичный 1 и 2 метра время 8 часов макс еще едет забрали его тачку с москвы сейчас поедем покупать пельмешки был сегодня в магазин купил давайте покажу такую вот леску 0 12 и 0 14 килограмм кормового мотыля плавки крючки вот такие вообще пушка мне прям очень понравился я реально думаю уже канал называть не две хаски а хаска просто потому что какая-то хрень я один все снимаю завтра я думаю и сегодня вы увидите второго нашего героя жалко я не начал снимать там на полгодика раньше там на год мы были в бармино это вообще эта история не знаю очень-очень-очень эпичная рыбалка у нас была как мы ездили в мумру это астрахань там была очень крутая рыбалка ну там на базу и там есть свой тоже прикол это отдых отдых очень я вот если бы выбирать между там поездкой допустим в ту же муру еще раз или там на какие-нибудь мальдивы с друзьями я бы выбрал сложный вопрос я думаю я бы подумал да и ну не буду я оставлю это в секрете от вас куда бы я поехал но куда-нибудь я бы поехал да так мы в карусели у нас будут закупки гос я не знаю мы идем наш любимый отдел чё колбаску такой зел нормально ты икры хотел же да да ладно просто любишь икру со с оплесинками я еще не кстати смотрел про игру если играл все вы описание кракеты то это ок не не имеет права короче смешивать производители разную игру там сразу рыб ну разных породов там допустим горбушек это никак не может быть либо либо горбушек либо кита короче ты выбирай икру а я пойду найду пельмешки вот эти вот такого возьмем да наверное ты так много любишь хлеба ты не смотрел при передачи про хлеб какой-нибудь я вот только про икру поэтому не знаю какой хлеб выбрать нам нужен чайник да нам нужен чайник за чайником о смотри я нашел у нас же модная палатка смотри какой вот он наш родненький чайничочек кстати давай его и возьмем бараночки короче понимаете да зачем мы едем пожрать как есть они большими не поменьше какие-нибудь там корнишончик ну бери дядя ваня блин но дядя ваня стоит дороге вот я мужичок говорит бери 64 внимание надо уменьшать ассортимент в каждом везде чтобы одна банка огурцов одна банк помидор один черный хлеб потому что мы вот минут по пять тупим в каждом месте эти говорят не крутые убери бери бери по какому они там сделаны в рецепту по берлински где бы это услышал охренел десяточек мало ну 10 и плюс наш на 4 берешь шокские самые нормальные я тебе говорю как профессиональный муж профессиональной кондитерши самые нормальные яйца вски на на чё на чё брал скажи на бутерброд на бутерброд смотри смотрел петь не молит не ел они пуску очередной непростой выбор давай обычный макарон возьмем ракульчик ракульчик берем ракуле все ура мы закончили мы закончили о чем туда идем экономия главный инженер механик уксусом прикольный поставим не не ушел ну ни сега это стягивающих типа вот сюда горелка так надевается на ножки так ну чё делаем они разного размера одевай смело не ошибешься туда не знаю вот здесь потрогай все четко вот так как джинс банди работает пока не тепло начинает потихонечку дымить но прошло минут пять тут уже такой приятный теплый воздух сейчас попробуем выкрутить на максимум ну вот печечка такая уже теплая обжигает даже я бы сказал ух ни хера себе то есть видимо здесь трубка проходит здесь еще не так здесь прям уже прикольно полотки я думаю вообще комфортно все копейка даже очень вместительная жалко не видно я думаю сейчас все отлично влезет мы загрузились время 2322 завтра в 4 подъем 4.30 я у макса грузим оставшуюся хрень и едем очень кстати удобно можно так ехать мне прям нравится но в принципе я думал будет даже хуже тут еще даже можно человека как засунуть завтра я буду бодр и полных сил время 4.35 я в тачке уже купил себе прекрасный напиток вот сейчас едем она такая классная я так хочу спать ребята все запихал там даже есть место для еще одного чемоданчика поэтому все вылезло еще чуть можно закинуть увидимся уже на лиду я забыл сковородку у нас начинается снова шопинг как мы любим с максом как мы любим с максом это набор да прям ну да а вот ничего себе у нас будет что у меня там депозит у тебя нет депозита нет депозита ладно сейчас покупаем ну вот особенно мне нравится конечно покупать почему потому что все делится на два прекрасное свойство все мы практически готовы осталось ехать минут 15 и мы на рузе народу сегодня будет много просто милашка битком забито покажу ну что погнали тяжело так нормальная тренировка но тут у нас палаточный городок и вон там у нас палаточный городок мы идем вон туда за палаточный городок прям все уместилось все круто лед очень тонкий первый форс-мажор нам редуктор не нужен тут все он закручивается это у нас шланг который прикручивается к баллону он криво закручивается и он весь прокручивается поэтому сейчас я еду в магазин ты кстати можешь если что там это лунки там пока там нужно где-нибудь еще сделать поеду я за рукавом уже позвонил в один магаз Big Mac вроде как один есть сейчас поедем посмотрим печаль вообще грусть менять этот долганный шланг пропускается баллон сифон сначала крутили-крутили он короче пропускает потом видимо не знаю может Макс прокрутил его вообще короче резьба там стружка прям очень некачественный букав поэтому лучше его сразу менять я думаю кто покупает вот такую горелку потому что ну нам не понравилось может нас такое может быть нам не повезло вот сели короче на 7 40 метрах до 11 пару луночек сделаем с паровозом похожу народ да фиш так друзья я съездил в магазин приношу свои извинения снегирю у них очень качественный шланг сейчас я расскажу вам в чем же проблема вот видите здесь такая вот железная штучка вот это переходник ну вообще сам сланг для стального баллона потому что у стального баллона сам вход шире и получается а здесь он уже получается сталь об сталь терлась соответственно сифонила не оставь оставь тут две прокладки а зачем две а потому что она это тоже не заходит сюда ну я думаю да смотри нет стой макс вот опять же видишь здесь сталь и здесь сталь она будет прокручиваться сюда надо поставить обратно давай то есть это здесь такой же отверстие да 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 но здесь мы сейчас сделаем мы попробуем так закрутим можно конечно без нее попробовать но мне кажется она посерьезнее выглядит да а здесь видишь какая здесь прокладочка нормальная она вот не видно этой железяки то есть все должно здесь как раз быть четко сильный он сказал не крутить потому что можно опять ну все отлично ладно пока отключаемся так друзья мы его подключили оп там поклевка была вроде вот все все подключено все работает переходничок спас на самом деле нас что привалил настроение переходник да переходник выручил так что если берете композитный баллон обязательно берите переходник потому что без него на композит вы не оденете шнур от снегиря газовый у нас тут обустройство оп извините обустройство идет вот у нас снасти места хватает кстати да под боком здесь у нас будет потом икеевский столик там шкафчик там погреб там погреб там погреб да одели накидку сверху пошел дождь вот макс поймал уже одну плотвичку залетную и и ерша ну у меня сегодня первая рыбеха маленький судачок сейчас мы его благополучно отпустим вот и будем ловить дедушку судачка поймал на золотистую тульскую мормушечку вот такой красавчик все дружище давай он не хочет уплывать он не поймет куда им плыть все пока пока я там семейство окуневых кажется лунки стоит вот сейчас на стоячку взял окунёк у нас вот видите какая штукинция просто пушка сейчас будем жарить яишенку что закидывай колбасу так это все четко ребята давай а давай окски а вот это показывает ну да он попикает сейчас у меня было еще я поймал окуня и было еще две поклевки но я что-то так и думаю тоже окунь вот вообще знаешь это его мечта была вот она он мне зудел полгода то что он хочет пожарить яишенку в палатке да в палатке да в ломни да купили вчера пельмени так давай не будем грустно на пятихатку и я решил их оставить дома я забыл про них я забыл про них время делать час да сейчас на улице ливень бешеный клев по два окуня макс поймал одну неплохую мерную плотву сидим грустим поклевок что-то нет закормили опять второй раз кто-то макс убийца убийца плотвы там леска я не знаю ее даже не вижу микро-микро мормышечка она ее очень долго пропускает у нее очень много поклевок с набором когда мы с ним ловили и я вот глядя на него сделал такую себе чуть-чуть погрубей но тоже с очень легкой леской 0,8 и тулицкая мормышечка золотится вот на нее у меня сегодня все поклевки на поплывал в грусти тишина сегодня он даже не шевелится так у нас холод макс там подушечка есть время снасти переделать да есть время подумать о жизни клево нет тут клубки молчат на улице я не знаю давайте покажу там ураган там все грустно ну сейчас даже полегче уже там стало макс я пошел искать рыбу я не рискнул мне лень мне тепло мне хорошо печечка работает поймал ершан двух окуней и судака макс поймал одну плотвичку и ерша леша который вот как раз там свет делал он поймал ерша судачка тоже кстати отпустил его такого же примерно размера и и окуней сегодня посидим на семи метрах семь с половиной может быть ночью выйдет там лещок на эту глубину ну ну вот так сколько у нас время не надо короче время идет 4 максы мы потеряли он пошел ловить на глубину ну вроде там поймал двух подлещек так начинает потихонечку что-то плевать ну вот пару окуней поймал плотвичек вот вот так вот покажем ну мелочев вообще мелочи сейчас буду опять закармливать сейчас буду закармливать сейчас буду закармливать этим мотылям много кормим подмосковный самый лучший это люберецкий матищинский 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 у нас какой я тут максы делал подгон термос вот такой смотри червяк короче тут такая вообще красавица рыбка у меня ботёк рисует аэрография такой термос сделал две крючки да там да будто самопогода говорит ребят сидите смотрите у нас еще есть какая удочка артуда артуда еще очень клевая да прикольная удочка все очень качественно сделано у нее еще есть такой здесь магнитик вот и с ней идет такой значок вешаешь значок себе на грудь и вешаешь туда артуду да конечно пора кормить и пить чаек с лимончиком начались какие-то движухи под вечер сколько время 18 26 18 26 ребят я поймал первого подлещика на поплывок очень тепло свет прекрасно работает если вы видите что-то тихо на самом деле сейчас охот просто там разрывался прям видно было в зуме как ну это не это черт чертяги упали ну если что-то будет клевать мы обязательно вам покажем ну что ребята а у нас вон Макс полы мой а что делать рыба что-то там вроде как поехала кстати в пол воды Макс на шайбу ловит тульскую да или какая у тебя шайба хоккейная время 12 где-то вот как он может попить хотя вот на улице жесть улиц бешеный ветер у Лехи унесло палатку мы ее благополучно спасли с Макс и в холоду рыбу ходят подъемов не было может быть там пока не дали команду кушать и крышки второй день наши замечательные рыбалки за прошлую ночь мы поймали ноль рыбок Сейчас мы готовим макарошки. Время уже где-то 12. Короче, мы переехали на глубину, на метров 10. Я пошел ходить сегодня по лункам и вернулся на старые лунки, где мы сидели. У нас вода кипит, сейчас надо делать макарончики. И на старых лунках отлично поплевала плотничка где-то час. Поспали сегодня по 2 часа где-то. Дико перестали. Остается только веселиться, что еще делать. Когда не клюет. Ладно, благо мы что-то поймаем. О, Леха, Леха. Ну что, как у тебя там? Ну что, тишина вообще. Все, тишина. Ну мы сейчас похалываем там. Мы вот кушаем. И сейчас тоже вам жарится. Вам жарится. Это не про нас. Вот так еще. У нас тут красота, красота. Что-то вообще ничего не было. Мне кажется, я назову наш канал «Готовим на природе». Теперь готовим сосисочки. Ну а что делать, если рыбы не привезут? Будем жрать. Правильно? Правильно. Вот сегодня там клевало. Мы переставили палатку. Пошли туда. И был дикий ветер. Перепутывая куча сностей. Ну вот, наловили. Что-то там поймали. Что-то даже клевало. Латвичка. Здесь народу гораздо меньше. Даже есть те, кто ловит. Вот такой витринок. Ну что, цель рыбалки достигнута. Палатку затестили. Палатка хорошая. Понравилась. Единственный минус громоздкая. Машина под нее нужна поболее. Ну и плюс вес, да. Далеко не уйдешь. С теплообменником, с палаткой, с баллоном. Пол, два кресла. Все очень много получается. Ну с таким грузом, в принципе, на километр. При хорошей погоде, если снега мало, с легкими перекурами. Можно уйти, в принципе, на километр, я думаю, максимум на два. Хотим сказать, что теплообменник нам не очень понравился. Да, не понравилось, что он воняет. Пахнет, да. Как бы сказали, что нужно его обжечь. Вроде там обожгли. Но все равно, может там обожгли как-то не так. Я не знаю, что там надо сутки обжигать. Но по факту у нас целый день работал. И у нас в следующий день все равно вонял. Да, запах был неприятный. Запах неприятный, да. И постоянно проветрили. Из-за этого температура палатки падла. И было немножко некомфортно. Хотел сказать, что да, если вы приезжаете с палаткой на лед, то не сразу ставьте палатку. Попробуйте найти место. Сверлите там унок по пять, кормите там на разных глубинах. И ищите рыбу. Сель. Рыбалки. Побухай. Может далеко не ехать там, вон во дворе поставить. Да, Анатолий. Ну иди на ручки. Пойдешь на ручки? У нас есть такая кошка, смотрите, крутая. Это кот. Это кот. Го. Когда-то. Так что, если вам понравилась кошка, ставьте лайки и подписывайтесь. В дальнейшем, думаю, у нас будет какой-то план работы. Один будет идти на... Когда нам будет, да, уже по полтиннику, то мы будем по делу уже говорить. Видео у нас пробное. Пытаемся понять, как канал будет двигаться дальше, в каком направлении. Учимся. Смотрим на себя стороны. И ржем. Вырезаем слова паразита. Которых очень много пока у нас. И учимся не материться. А это очень сложно. В дальнейшем, я надеюсь, у нас будет больше видео о самой рыбалке. Именно как мы ловим, как у нас какие-то происходят поклевки. А может, по факту ни одну рыбу даже не достали? По факту она просто, вот я вот показывал. Но я просто к рыбакам подходил и скажу, дайте огонька мне. Подписывайтесь, если вам понравилось. Ставьте нам лайки. Планируем следующий выезд в марте. Куда поедем? Или туда же, на Рузу. Или на Яузу. И если совсем... Психанем? Психанем, да. То поедем на Камчатку. С вами две хаски. Увидимся скоро. Не переключайтесь. Оставайтесь на нашем канале и больше никуда не уходите. Пока-пока.